Второй четверг подряд участники Дня жилищно-коммунального комплекса поднимают вопрос о приведении в порядок памятников, мемориалов и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. Уже в следующем году наша страна будет отмечать 75-ю годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками. И каждое из памятных мест должно выглядеть достойно. А чтобы выполнить все работы в срок, необходимо уже сейчас решить финансовые и проектные вопросы. Все исполнители могут приступать уже сейчас к подготовке сметной документации, к проверке ее, к размещению муниципального заказа в конце текущего года. Для того, чтобы приступить к реализации этого муниципального заказа при наступлении относительно благоприятного периода, хотя бы там в конце марта, может быть, может быть, я не знаю, как там погода будет складываться. С таким расчетом, чтобы к 9 мая памятники были освежены без вот этого вот зимнего содержания. На территории городского округа 53 памятника. Каждый из них, в зависимости от местоположения, закреплен за определенной организацией. Итого, МКУ ТУ Федоскина отвечает за 32 мемориала. За МКУ Леспаркхоз числится 9. На балансе МКУ ТУ Пироговский 7 и 5 памятников за территориальным управлением Мытищенское. Пять памятников на территории. Из них четыре не требуют ремонта, а требуют обслуживания в рамках нашего муниципального контракта содержания памятников, которые у нас в программе благоустройства присутствуют. А дельного финансирования для этого не нужно. Необходимы были работы выполнить в этом году по памятнику в Вежке. Мы его выполнили. Все фотографии представили. Чтобы понимать полную картину необходимых финансовых затрат, начальник управления ЖКХ и благоустройства Александр Черняев дал поручение в кратчайшие сроки представить все необходимые сметные документы, на основании которых уже на ближайших заседаниях Совета депутатов будут обсуждать вопросы о выделении финансирования. В целом мы отмечаем и видим, что памятники на территории нашего городского округа содержатся и находятся в должном состоянии. Но жизнь идет. Есть памятники 50-х годов, которые волей и просто времени нуждаются в более глубоком уходе, ремонте и восстановлении. Есть и памятники. Это в том числе наш вечный огонь, центральный памятник нашего городского округа. Мы Тища, где мы отмечаем и памятные, и величественные, и скорбные даты, посвященные этому периоду, и которые тоже нуждаются в сильном текущем ремонте. Поэтому сегодня такой рабочий разговор. Я очень рад, что толчок дан заранее. У нас есть время подготовиться, чтобы мы Тищенцы могли увидеть в 75 лет победы памятники более величественные, приведенные в благосостоянии. К этой работе Андрей Гореликов предложил подключиться и жителям. Так что, уважаемые мытищенцы, если вы считаете, что на территории муниципалитета есть памятники, которые забыты и нуждаются в уходе, сообщите об этом в управлении ЖКХ и благоустройства, а также в окружной совет депутатов. Юлия Федорененко, Денис Петров. Информационная программа «День».